Ворвался в ванну и изнасиловал заломанными руками. Из показаний студентки одного из московских вузов, которая обвинила, собственно, в изнасиловании Руслана Шамсуарова, 21-летнего сына вице-президента крупной нефтяной компании. Того самого, что в свое время участвовал в гонках на Гелендвагене. Теперь история посерьезнее. На первый взгляд, страшное дело. Пригласил беззащитную девушку в гости, а там надругался, да еще и избил. Некоторые СМИ поспешили сделать выводы, мол, до шести лет за решеткой гарантированы. Но ключевое тут именно то самое на первый взгляд, потому что на второй все не так однозначно. Вот якобы жертва. Узнали имя и фамилию Вероника Максимова с очень интересными профайлами в соцсетях. Фото в стиле Дольче Вита, а в друзьях сплошь не совсем одеты или даже вообще раздетые дамы. Своего рода деятельности эти так называемые подруги, в общем-то, не скрывают. Так сказать, элита для состоятельных господ. А вдобавок нашлись и снимки самой Максимовой на сайте одного из столичных эскорт-агентств. Да и Шумсуаров настаивает, профессиональная эскортница пыталась развести его на деньги. Кому верить, разбиралась Наталья Соловьева. Наталья, приветствую вас. Здравствуйте. Ну так что, несчастная жертва или все-таки расчетливая шантажистка? Вот здесь даже не стоит строить некие предположения, будут разбираться правоохранительные органы. Если мужчины хотят только секса, так почему удивляются, что от них нужны только деньги? Эту фразу Вероника Максимова запостила в Твиттере еще пару лет назад. Шутка юмора или все-таки жизненная кредо? Теперь однозначно и не скажешь. Все аккаунты в соцсетях примерно одинаковые. Откровенные фото, минимум текстов с друзьях, золотая молодежь столицы. Парочка общалась несколько месяцев, о чем свидетельствует переписка, вероятно, принадлежащая молодым людям. Хочу из Москвы куда-то. Давай в Амстердам или в Барселону или в Рим. У меня нет визы. Так давай сделаем. Ну вот последнее сообщение от 3 ноября. Предположительно, в этот день и произошла, скажем так, размолвка. Девушка обратилась в полицию, написала заявление об изнасиловании и зафиксировала травмы. Но вот на допрос красотка якобы так и не явилась, что довольно странно для жертвы. А в заявлении указала, если верить источникам, что плохо знала парня. Мол, виделись всего несколько раз. Опять же, с перепиской не вяжется. В данном случае просто инфоповод дает огромный поток трагика. В данном случае, возможно, на сайт эскорт-агентства либо сайта знакомств. Там, где ее анкета одна осталась в сети интернет. Когда якобы она написала заявление об изнасиловании. И очень странно, что она не явилась на допрос. Хотя она изначально, скорее всего, хотела бы наказать обидчика, если бы это был настоящий обидчик. И она бы, естественно, пришла, прошла очные ставки и тому подобное. Вероника Максимова Ростовчанка переехала в Москву лет пять назад. И, как пишут, устроилось модельное агентство. Ну, как модельное. Девушка, похожая на Веронику, зарегистрирована на популярном сайте с почасовой оплатой услуг. То, что девушка с фотографией действительно есть в базе, нам, в общем-то, подтвердили. Пишут, что Шамсуаров строил серьезные планы на отношения, пока не узнал о двойной жизни Вероники. Мол, даже проверил ее телефон. После этого сомнений не осталось. А конфликт возник якобы из-за того, что девушка требовала от него денег. А когда не получила желаемого, обвинила в изнасиловании. У меня в практике был случай, когда девушка для того, чтобы заработать денег, встретилась с мужчиной с богатым состоятельным в отеле-гостинице под предлогом заключения каких-то договоров. Он с ней поднялся. Соответственно, она там сколько-то минут максимально попыталась искать документы. После этого мужчина вышел. И пока он ехал в лифте, она хлопнула себя головой об косяк. Потом плечом поцарапала на себе одежду. Выбежав в коридор, начала орать. В этой разорванной одежде на меня напали. Спасить, помогите полиции. Уголовное дело не возбуждено. Кто виноват, покажет проверка. Полиция сейчас как раз и разбирается во всем произошедшем. Теоретически, может быть, да, также она может быть привлечена к уголовной ответственности по статье 306 у КРФ. Но если на самом деле не было этого преступления, она будет продолжать утверждать, что было изнасилованную. И ее в дальнейшем можно привлечь за задачи, за это можно показать. Что точно пострадало в этой истории, так это репутация. Причем пока обеих сторон. Каталья Соловьева о цене любви. Информационный вечер на канале «Россия-24» продолжит программа «Вести в 23» и ее ведущий Антон Степаненко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!